Добрый день! Представляю видеоинструкцию по настройке модуля Wi-Fi для PR200 и работы с ним. Данный модуль вставляется в программируемый для PR200. Сейчас посмотрим вторую фотографию. На плате размещен индикатор, в котором мы видим, как светится кнопка спроса, точнее перезапуска модуля, и съемная антенна. Модуль вставляется в один из свободных слотов, в слот 1 или в слот 2, и при включении в первый раз питания постоянно горит светодиод, который означает, что модуль работает в режиме точки доступа. Сам модуль представляет из себя конвертер протокола MatBus TCP в MatBus RTU, и, соответственно, превразует интерфейс Wi-Fi в UART. По умолчанию модуль поставляется в режиме точки доступа. Скорость по UARTU 115-200. Собственно говоря, и все настройки. Ну и имя сети. Сейчас давайте посмотрим. Имя точки доступа Bridge PR200, нижнее подчеркивание, и номер. Этот номер может быть разный у каждой платы, свой, индивидуальный. После того, как вы включили и подали питание на модуль в составе PR200, находим в списке сетей точку доступа Bridge PR200, подключаемся к ней, и затем в браузере набираем IP-платы. IP-платы будет 192. Сейчас я просто прописываю. 168. 192 еще раз. 192. 168. 7. 1. Это адрес IP данного модуля, точки доступа его. Заходим по этому IP-адресу. Пароль admin.admin. Это пароль доступа к странице веб-настройки. Пароль для подключения к самой точке доступа. Когда вы первый раз подключаетесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть сначала мы, естественно, подключаемся, задав пароль к самой точке доступа, а затем переходим на веб-страницу настроек этой точки доступа, введя имя пользователя admin и пароль admin. Это делается один раз. Все запоминается. И затем мы переходим на веб-страничку. Первая закладка называется имя точки доступа. Вторая закладка клиент. В закладке имя точки доступа можно сменить название или имя точки доступа. Сейчас оно, еще раз напомню, Wi-Fi Bridge PR200. Можно сменить на любое другое имя. Вторая закладка. Да, здесь видно, что мы подключены к точке доступа. Во второй закладке мы задаем, если мы хотим работать с точкой доступа, то практически больше настроек не требуется. Единственное, что здесь нужно, в случае того, если там какие-то ненужная задана вам скорость, а вы хотите иметь например, 115200, вот сейчас я задал, здесь не все влезло в экран, 115200, тогда мы эту скорость задаем. После того, как если мы захотим работать в локальной сети, то есть модуль будет работать в качестве клиента в локальной сети, то нужно прописать имя сети, пароль сети. После того, как она подключится, вернее, этот модуль, у нас здесь в этом окошке появится IP-адрес данного модуля. Значит, здесь отображается идентификатор устройства для подключения к облаку. Если его нет, то нажать нужно один раз кнопку генератора, и вы здесь увидите, что при каждом нажатии этот код меняется. Давайте сейчас мы его выведем, скопируем, нам пригодится дальше для работы с модулем. Скопировали идентификатор номера устройства. Еще раз, скорость проверяем, чтобы она была там не нулевая, а именно та, которая вам нужна. В данном случае у меня 115200, вот секунду, битсекунду. Значит, имеется приключатель локальный, удаленный. По умолчанию, когда вы не прописали имя сети и пароль сети, он не имеет значения. После, как вы задали имя сети и пароль сети, у вас произойдет подключение, и будет, сейчас на плате покажу, этот светодиод начнет мигать. То есть, когда он подключен, работает в режиме клиента в локальной сети, светодиод мигает довольно-таки часто. Когда вы подключаете, вот здесь переключатель удаленный, светодиод начинает также мигать, но с меньшей скоростью. То есть, индикатор отображает фактически статус соединения клиента и к кому он подключен. То есть, модуль, еще раз повторюсь, работает как в режиме точки доступа, так и в режиме клиента. Причем, клиента либо локальной сети, либо клиента облака каскада клоуд. Для чего и нужен вот этот инклюзионный номер. Дальше это рассмотрим. Итак, давайте сейчас он у нас подключен в режиме точки доступа. Мы подключены к этой сети. Еще раз покажу ее. Естественно, без доступа в интернет. и теперь возьмем в эмуляторе простей ши-тест, где есть там кнопка. Это запишем и записываем единицу по адресу 512 в регистр в PR200 и читаем этот же адрес. Кроме того, имеется генератор в проекте в PR200 генератор чисел и мы видим они отображаются. То же самое сейчас посмотрим и вот здесь они меняются. Вот они, цифры и здесь мы видим их изменения. Кроме того, здесь по уставке 66 это в качестве примера сделано можно изменять уставку. То есть просто сейчас демонстрационный пример как работать в режиме точки доступа. Вот мы задали и отобразилось 65 и здесь тоже 65. Давайте остановим проект и покажем как это реализовано. Итак, первым делом нажимаем меню три точки заходим в список устройств и видим имя устройства оно может быть любым. Вот здесь задается сетевой адрес который должен совпадать с адресом который у вас выставлен в проекте в PR200 в настройках самого прибора. по умолчанию там 16 но я изменил на единицу если вы не будете менять то здесь должны прописать 16 потому что здесь по умолчанию один. Сервер поначалу он у вас не заполнен нажимаем на пустое окно на это и переходим в список серверов редактор серверов здесь выбираем соединение оно у меня уже выбрано у вас появляется вот такое меню сейчас задать IP задаем адрес точки доступа IP 192.168.7.1. порт 502 обязательно указываю галочку RTU не ставим пауза это задержки в цикле самой каскады можно ставить без изменения 0 с максимальной скоростью ровоза после этого нажимаем на эту строку и сервер здесь прописывается возврат и теперь прописываем сами компоненты кнопка DEV устройства 512 сетевой адрес 1 он уже здесь высвечивается 512 регистр индикатор тоже самое 512 регистр цифровой индикатор 513 регистр там просто стоит сумматор по единичке счетчик добавляет и мы здесь видим и задачи 514 регистр это именно такие же регистры и прописаны здесь то есть для правильной работы у вас должно быть в настройках веб настройках правильно задано значение скорости у ARTA это в режиме точки доступа это в любом режиме скорость у ARTA самого модуля должна равняться скорости PR в настройке в настройках данного данного реле там настройки прибора и выбираем сетевой адрес должен быть одинаковый такой же как в модуле то есть можно поменять либо в модуле адрес либо в программе PR и скорость должна быть такая же какая и в модуле также можно поменять здесь и поменять в модуле не важно где менять лишь бы они были одинаковыми теперь давайте попробуем то же самое но с настройками почти все единственно давайте сейчас мы в режиме клиента попробуем подключиться к локальной сети у меня вот роутер такой сейчас мы должны подключиться пока не подключились давайте попробуем подключиться и мы сейчас увидим вот светодиод замигал вот с такой периодичностью это означает что он подключен и вот здесь он отобразил айпи данной данного устройства естественно что имя сети будет укажу свое пароль каждую свою все это можно менять каждый раз и остался у нас уже сформированный и идентификационный номер устройства теперь давайте попробуем а и теперь мы подключились уже вернее к локальной сети поэтому давайте выберем сеть другую не вот эту точки доступа отключаемся подключаемся к локальной сети к роутеру так все подключен естественно точка доступа отключена вернее на акции одновременно продолжает работать сейчас если мы обновлю страницу мы просто сейчас в браузер к подключен к другой точке до другой сети поэтому здесь мы естественно не увидим но мы знаем что у нас айпи 101 30 и 131 поэтому берем и задаем айпи уже в сети нашего роутера они в сети точки доступа 131 и мы таким образом увидим опять же прописываем пароль админ админ это делается один раз и заходим на страницу веб настроек модуль то есть можно сохраняем очень нужно и мы видим ту же самую страницу что и мы смотрели когда модуль находился в режиме точки доступа вот он клиент это имя точки доступа вот клиент наш закладка переходим вот мы видим все тоже самое ну и теперь давайте изменим естественно программу на сейчас работать не будут если мы запустим потому что мы программе указали точку доступа у нас теперь это не . доступа на сеть поэтому давайте если конечно еще сам этот но кс не подвис муж по-моему подвис по кому-то все теперь включая так просыпайся давайте тогда попробуем закрыть проект пути не закрывается даже так но нам нужен так стоп закрылся давайте еще раз и запущу нокс потому что нас нокс это такая вещь тем более здесь много запущено приложение и не хватает оперативной памяти сейчас мы запустим еще раз и посмотрим а тем не менее смотрим на модуль вот он мигает цветодиод давайте попробуем подкрутить резкость лучше сделать секундочку лучше не получается вот таким то вы так свернем так но с у нас чем не запустился сейчас запустится но принялась батарея попытку может ведь еще но выход только осуществляется так что нам еще нужно посмотреть давайте еще раз посмотрим на табличку вот сменился статус и мы видим подключен локальный мост если раньше было написано не подключен то теперь подключен сейчас даже если не прописывая на странице каскадо клоут никаких соединений просто если сейчас нажать удаленное включить мы увидим что изменилось сейчас я вам покажу изменилась скорость мягания вот видите когда удаленно подключается то сейчас плата попытается отключиться к облаку но облако не настроены пока я вам не показал как но тем не менее режим изменился сейчас если я включу опять локальный и мы видим частота вот таким товар замигает то есть зависит от того в каком режиме работает индикатор показывает нам это своими отображает постоянно горит точка доступа медленно мигает это локальная сеть быстро мигает это работа через облако но к сожалению что-то но с не хочет работать с обе ну вот запустился то есть мы сейчас мы посмотрели уже на разобрали пример работы с точкой доступа рассмотрели сейчас мы хотим повторить этот же режим работы локальной сети этого же проекта вернее и затем посмотрим как настроить модуль и каскада клоуд и приложение почему и каскада для работы через облако сейчас загрузится эмулятор просто я не стал делать каскаду запускать на смартфоне на планшете потому что тогда нужно будет тогда придется делать не искренне с экрана с камеры ну что он как мне кажется менее качественным и так сейчас запустится нокс и мы произведем изменение в проекте осуществляется запуск андроида и теперь мы запустим проект при точнее приложение и она запустит проект необходимый нам вот выбираем приложение и чем а и каскада то который мы раньше уже запускали для точки доступа и изменяем айпи устройство теперь у нашего устройства в локальной сети айпи 100 так здесь предупреждение идут вот теперь заходим в меню три точки редактор список устройств редактирования сервер нажимаем и удержим больше секунды появляется меню редактировать и меняем айпи порт оставлять им так таким как и был раньше 502 станем что 2 100 68 1 131 если не ошибаюсь и окей нажимаем на строку у нас сменился сервер айпи адрес его останавливаем проект и запускаем заново вот мы видим меняются цифры нажимаем кнопку и меняем значение сейчас я включу вот так уж к размеру и и сократим размер и сменим число сменим число 55 все пятерки задать вот они поменяли здесь на индикаторе и соответственно здесь ну то есть все работает это второй режим работы в локальной сети настройки я вам показал ну теперь давайте это же пример коль мы хотим говорим о работе модуля в разных режимах сделаем проект для каскада cloud для этого сейчас перейдем на облака первым делом вы должны зайти на облака зарегистрироваться на нем получить письмо по нему перейти и затем уже на переходе на вкладку облачный сервис после того как увидел вы зайдете на облака об этом каскада cloud каскада cloud фвдс точка ру каскада cloud дефис cloud . фвдс точка ру и мы вот здесь находимся на этой страничке и тогда вот здесь мы будем ключ устройства новое мы хотим вводить у нас устройство для чего мы его копировали сейчас мы пробуем вставить вот она у нас сохранилась а здесь мы вводим ключ каскада у нас осталось с тем же самым номером который отображается на первую на главном экране копировать и вставить то есть мы создали новое соединение вот он сейчас появится новая запись вот она появилась давайте старый удалим чтобы она не мешалась нам вот осталось это устройство теперь мы видим когда устройство начинает подключаться она загорается зеленым цветом вот давайте мы сейчас перейдем то есть мы сейчас создали уже запись каскада клоуд где показали что нужно соединить каскаду с ее номером и индификационным который мы смотрим вот здесь сейчас и давайте остановлю чтобы было все понятно где отображается номер немножко задержки сохранить да и вот здесь номер лицензионный вот б а а c 993 вот именно этот номер также можно скопировать ну или выписать его здесь наверно не скопируется выписать и вставить соответственно вот в эту строку после кого как запустится проект и начнет работать в режиме в удаленном режиме наш модуль мы увидим здесь зеленое поле ну давайте попасть по типа частям и так мы просто сейчас посмотрели откуда какие цифры нужно брать идентификационные номера и так в ног еще раз загружаем проект последний теперь для того чтобы работать через облако нужно изменить сервер переходим редактирование списка устройств в сервер поле эту запись мы удаляем нажимаем плюсик и выбираем каскада клоуд здесь мы выбираем идентификационный номер устройства которому как хотим подключаться у нас это было устройство сейчас я сделал контроль а вот она а так нет не это устройство это у нас устройство это сам ногс они официальный номер устройства у нас находится вот здесь я секундочку переходим вот сюда и вот он мы еще раз копируем копируем переходим на каскадо клоуд так не каскада клоудра так секундочку на в стройке модуля к настройке модуль мы взяли еще раз подождите секундочку в проект где у нас проектор заблудился сам так вот ногс и вот здесь мы вводим контролл и вот мы вводим то устройство которому очень хотим подключиться каскады создать вот у нас символ облака каскада клоуд и то устройство которому мы хотим подключиться все нажимаем на саму эту стройку строку и вот здесь появляется наш сервер web который каскар не каскада клоуд мы подключаться так переходим сюда запускаем смотрим если мы сейчас все правильно настроили так сама каскада вот на зеленом загорелась подключилась а модуль то у нас либо не подключился почему а потому что не включен режим удаленный вот теперь мы его нажимаем удаленно не смотрим вот загорелась строка и теперь у нас полное соединение цене не размыкается значит переходим в проект и пытаемся вот удаленно мониторить вот сейчас идет связь через облака сейчас я включу вот этот индикатор вот началась часто мигать светодиодик начни сейчас работаем через облака давайте введем новое значение 33 задать мы видим вот они значение 33 здесь 14 тысяч пятьсот тридцать восемь тридцать девять и вот он увидел пытаемся нажимать управлять кнопкой тоже все работает вот таким вот образом производится настройки как самого модуля так и программирование в каскаде клоуд в приложении и чем и каскада оговорился то есть мы рассмотрели три проекта по существу ну проекта один но меняем сервер и делаем соответствующие настройки на самом облаке ну более подробные инструкции как работать с облаком есть отдельное видео сейчас я просто подключил чтобы продемонстрировать как это быстро можно настроить а более детально есть на специализированных видео у меня показано если будут какие то вопросы еще раз посмотрим на веб интерфейс здесь можно менять имя точки доступа на свое необходимое здесь то осуществляется настройки и смена режимов работы вот пожалуй все так что заказывайте модули модули всегда в наличии и работайте с PR200 как в локальной как в локальной сети так и удаленно через протокол MatBus TCP на этом все спасибо всего наилучшего